так здорово пацаны в общем сегодня серия про мотоцикл который был куплен в китае и доработан уже у нас на родине в россии ребятами которые позиционируют называют свою компанию как ds moto ready to win в переводе с греческого на румынский и мотоцикл готов побеждать ну будем думать что они подозревают либо говорят на мой готов к победам прямо из коробки и на самом деле мы сегодня здесь собрались вместе с вами чтобы посмотреть какие доработки сделаны на этой технике потому что в принципе это обычная lanza двигатель от lanza dt 230 кубиков по моему не будем прям максимально точно там двести тридцать два или двести тридцать один кубик мотоцикл куплен ну определенная партия ограниченная привезена в россию доработано наклеены поклеены наклейки установлена голова разные защиты и резины в общем это небольшая пока еще надеюсь кастомная такая группа организация компания товарищество там в общем два человека из россии которые решили доработать двигатель lanza и пустить это все дело в массовое производство но я так понимаю в перспективе естественно они этого хотят и доработано для того чтобы дарить людям радость вы знаете что я трепетно и неоднозначно отношусь к мотоциклам двухтактным в данный момент это lanza у меня было в пользовании по моему три мотоцикла одновременно стояла в сервисе в гараже на то еще время в пользовании 2 постоянно было мы ездили с тоха и на гонки во всем про обо всех проблемах той модели я уже знаю сам распространенное сцепление отсутствие там низов верхов это в общем никаких сходств с двух так ником у тех моделей на которых я ездил не было но в них мне нравилось управление мне нравилось развесовка то есть двигатель относительно 4 так ников весит полегче стоит пониже естественно он рулится лучше относительно 4 так ников легче рулится но по весу они практически одинаковы потому что если мы ставим тюнинг допустим мусы разные защиты если это какие-то из металла сделана защита это сразу прибавляется достаточно много плюс увеличенные баки заливаем там антифриз масло и бензин про вес сейчас не говорим мы говорим про мотоцикл который которому дали вторую жизнь и я хочу вам показать в этом видео насколько лучше он стал сравнении с тем мотиком который я знаю сегодня лишь про внешние доработки про внутренний тюнинг мы уже практически с ребятами они приезжали к нам в гости видео было как мотик едет в принципе я уже знаю как он работает я уже знаю какие у него не за верха я все об этом рассказывал сегодня выпуск именно о том что ребята хотят предложить вам и предлагают на сегодняшний день это конец 22 года декабря мотоцикл стоит если не ошибаюсь 300 там 98 в общем округлять если 400 тысяч рублей вот в данной комплектации ready to win и мы посмотрим что же доделали что же допилили по поводу моего отношения к ландзе я всегда относился к ней хорошо но те кто думают что это не так чаще всего люди которые чего-то решили что я навожу суету и хейт на этот мотоцикл на этот мотор потому что мне нужно продавать авантисы и естественно конкурентов нужно уничтожать парни вот этот посыл именно вам можете все вместе взяться за руки и пойти харводом нахер по кругу прям потому что к ландзе я отношусь исключительно положительно но нужно принимать ее косяки как факт существующий и с этим спорить глупо и бесполезно есть проблема замены сцепления есть проблема со сцеплением есть проблема с длиннющим валом переключения передач с низами с верхами и чтобы вы с ним не делали в домашних условиях очень редко кто приходит к тому что после всех переделок его мотоцикл устраивает настолько что он может конкурировать там с какими-то брендами в гонках вот мне нравится он как управляется как едется но к сожалению есть нюансы нужно это принять и не разводить хейт поэтому давайте посмотрим на ребят которые стоят в группе ds moto которые любят этот мотоцикл которые хотят чтобы он стал таким какой мотоцикл можно назвать по-настоящему hard эндуро и так сегодня история про этот мотик погнали включаем свет в нашу мастерской поднимаем мотоцикл на подъемник и расскажу вам что поставили какой тюнинг что сделали приведу яркие примеры того как это правильно сделать либо сделаю может быть свои замечания ребятам они наверняка будут это смотреть они наверняка относятся к этому с неким как бы уважением наверное потому что мы все-таки коллеги по цеху и на гонке вместе ездим ну бывает попадает и в принципе занимаемся тем чтобы подарить людям доступный тюнинг хорошо качественно сделаны мотоциклы чтобы можно было за определенную сумму небольшую для кого-то там войти погрузиться в мир эндуро получать удовольствие поэтому и всю критику мы воспринимаете не как негатив а как именно посыл может быть с моей стороны это будет выглядеть логичным вы может быть не согласитесь в любом случае пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу еще про разговоры о том что план заедет 4 ты едет 172 едет хаска едет к тем едет абсолютно все едет если ты умеешь ехать в общем есть обычные не сказать что простые ребята но люди с которым можно подойти поздороваться поговорить задать вопросы какие-то они всегда ответят в общем давид леонов георгий иванов данил черняев парни которые ездили на китайских мотоциклах на других мотоциклах на бетах на шерках там на абсолютно разных мотоциклах и показывали качественную езду навязывали борьбу и чаще всего за ними нельзя было угнаться то есть моя позиция такая что практически неважно на чем ты едешь если ты умеешь ехать если ты знаешь базу как правильно как нужно то в принципе ты можешь победить разница в том как ты можешь победить ты приедешь на финиш полностью выжатым либо ты приедешь на финиш готовым еще проехать пару кругов и привезешь своим конкурентам достаточно большое количество времени поэтому спор о том что типа вот это едет это не едет можно на бревне с колесами обогнать человека на ктм и но будем смотреть на то кто едет за рулем поэтому давид леонов недавно на гонки в москве на бс ешки всех сделал вторым приехал данил черняев на бете третьем приехал георгий иванов по состоянию психологическому и физическому я бы сказал что первое третье место были уставшие потому что мотоциклы не столь совершенны не столь удобны но если мы говорим в контексте гонок то они вполне себе годятся опять же если мы умеем ехать поэтому разговор о том что если бы давид леонов ехал на хусквар не он бы приехал еще быстрее естественно бы приехал еще быстрее еще бы стабильнее меньше бы устал но сейчас разговор о том что можно ли вот на этом мотоцикле ездить и побеждать конечно можно кто будет сидеть за рулем как это было сделано пилотная версия этого мотоцикла принимал участие в двадцать втором году в гонке сто процентов эндуро в классе серебро я лично видел как ребята ехали они приехали небольшой компании буквально там ну лично сколько я видел людей там три четыре пять человек которые на чекпоинтах помогали там что-то восстанавливали допиливали ну как обычно бывает ремонт между заездами и был удивлен как поет этот мотоцикл как работает двигатель подошел с ребятами поговорили по весу по доработкам обсудили какой-то вопрос в этом моменте мы познакомились мне захотелось узнать мотик поближе ребята приехали в гости к нам в сервис поставили этот тюнинг я потом прокатился понял что что-то наверное в этом есть но все-таки требует доработки и вот ребята анонсировали свой личный бренд ds-moto они не вяжут его не с gr8 не там с какими-то еще там камакс есть мотоциклы в общем базовые на этом двигателе они вяжут это под свой бренд дорабатывают естественно это хорошо естественно это нужно поддерживать и ценить поэтому тот кто купил этот мотоцикл надеюсь будет доволен будет ездить про моменты со сцеплением насколько долго она живет какое масло лить все это я уже рассказывал в прошлом ролике по стоимости обслужение естественно тоже это все обсуждали сегодня именно ролик про доработки про то как вы получаете мотоцикл заплатив вот эту оговоренную сумму и какое какие эмоции вы будете от него получать наверное зависит от вас потому что если кто-то раньше ездил на мерседесе купил вдруг копейку жигули неважно там ладу весту hyundai что-то такое ниже по статусу и качеству то естественно вы будете недовольны если вы раньше ездили на каком-то недорогом автомобиле потом сели на премиум либо бизнес естественно вы почувствуете комфорт уважение к вам как к драйверу райдеру поэтому все относительно нельзя прям лупить вот это плохо это хорошо естественно разбирать его не собираюсь смотреть смазку в ступицах в траверсах в прогрессе потому что ребята после того как техника приезжает к ним они полностью разбирали и полностью собирали для меня интересен лишь тюнинг чем он отличается от того тюнинга который был доступен для установки для покупки установки самостоятельно либо у ребят мне ответил один из производителей так скажем этого мотоцикла аудиосообщение вот его слова смотри мотоцикл едет немного лучше то есть доработки стоят на нем по двигателю все те же самые но мы их модифицируем то есть мы не стоим как бы на месте да вот блок управления мы поменяли чипы в головке тоже изменили геометрию немножко еще а вот поэтому как бы добиваемся от мотора максимальных характеристик вот здесь как вас последняя версия стоит то есть если ты даже вскроешь блок управления блок управления будет другой но как также и внешним будет другой вот поэтому ну принципе смотри сам как бы но прокатись если как бы можно вот только режимы не перепутай нулевой режим это полный режим единичка это включение неполного режима то есть на полном режиме катайся на кнопочки чтобы был 0 также в комментариях пост в группе эндуро двор я оставлял там один человек задал вопросы сколько же будет какие показатели нам выдаст этот мотор на дина стенде и вот для тебя лично и людей которым это действительно интересно я выкладывал график с дина стенда там в районе там 39 свала 36 колеса точно сейчас не помню данных вот посмотрите сейчас здесь появится все в принципе увидите и опять же ребят все эти показатели постольку поскольку это все больше микрохирургия потому что они сделаны на лысом колесе ну на сликовом на дорожном то что вы оденете покрышку там 120 ширины такой-то высоты такой-то ширины там 110 120 130 оденете мусс поставить и другие звезды ведомые ведущие то есть каждый каждый этот элемент влияет на динамику и на показатели поэтому чисто физические стоковые биологические данные со стенда вот есть дальше уже все будет меняться в зависимости от того как вы едете какой ваш вес как вы настроить подвеску развесовку и так далее и так наверное приступим все-таки к обзору приятного просмотра первое что бросается в глаза это очень легкий выжим сцепление ребята достигли это за счет того что удлинили сам рычаг который находится на двигателе прям сантиметр на два наверное поставили коротенькую ручку суда и с тремя регулировками по степени по силе выжима в общем сцепление получилось очень мягенькая прям очень сильно мягенькая можно упростить даже то что постоянно нужно регулировать так как это тросик они гидравлика либо не масло в общем посыплению твердая пятерочка вообще очень классно сделали не бросается в глаза наличие вот этого пульта такое ощущение что мотоцикл идет партия с птс скорее всего там завода камокса ну не суть вот в общем этот рычаг на котором включаются тут режима поворотники дальний свет сигнал дальний ближний в общем не знаю зачем он сделал можно в принципе здесь было обойтись и обычным тумблером включением включения света ну да ладно оставили значит это нужно дальше по ручке газа здесь стоит короткоходочка который у нас поднимает заслонку на плоскодроссельном карбюраторе небе 36 диффузор также там они поставили естественно весь их тюнинг лепестковый измененная голова выточенная в общем как вы слышали уже из аудиосообщения ребятки там пильнули еще немного голову короткоходка в принципе грипсы очень мягкие очень удобный сам катаюсь тормоза к ним никакой вопросов не было в принципе все работает круть свертится дальше защита рычагов ваших либо ваших кистей как хотите угодно говорите это пластиковая история аля там понятно что копия чего-то там очень классного как они работают не могу сказать кто уже на них катался на такой защите на китайской расскажите пожалуйста в комментариях ну и под вопрос немножко ставится сама схема крепления здесь к рулю слишком много поворотных элементов моментов крепления но в принципе если это работает на практике то к этому никаких вопросов нет дальше стоит простейший какой-то руль даже без насечек без регулировки благо мы можем регулировать руль не только по насечкам по в принципе потому как вам удобно но вот центр ловит на нем проблематично будет парни чуть-чуть добавьте пожалуйста бюджета и найдите руль где хотя бы есть разметки чтобы найти центр относительно вот право-лево по всем этим от себя на себя это чисто индивидуально чисто такая история которая сильно не значится дальше у нас идет подвеска это подвеска и чтис успешным по ней есть масса видео самое наверное подробное и видео политично и который мне понравилось по подвескам это давидовский недавно делал на своем канале там сравнивался и rs и какие я и чти там вот в общем самое главное в подвеске меняйте масло во время по регламенту доверяйте настройку мастеру тогда у вас к ней вопросов не будь если это не мотоцикл какого-то там не знаю в 100 тысяч рублей бюджет и там или дни или без ттр то можно в принципе настроить подавляющее большинство подвесок как она работает вопросов нет из ее настроить правильно современные китайские подвески на топах мотоциклах будут работать как положено это делать на китайских подвесках дальше по раме видно что это порошковая краска с специфический такой рисунок она имеет шероховатый в общем это все дело запекается как наносит порошковая краска рассказывать не буду в общем это наверное плюс есть масса там нюансов по ней но в принципе хорошая никакая болтается заизолировали бросили проводка вот снаружи выглядит неплохо сделаны здесь тряпичный изоленты замотана в принципе все культурно убрано ключ зажигания у нас имеется и обратите внимание какой звук на включение того самого мощностного в отличие от стоково сейчас вот то есть он реагирует прям моментально это все видимо сделано дальше по сиденью по геометрии сиденья у меня есть некий вопрос здесь как бы очень сильно похоже что это сделано как на спортивных мотоциклах для водителя немножко пониже пассажиры немножко повыше но возможно это все понятно что с китая идет но не знаю насколько это удобно такой небольшая впадинка и горбиночка дальше возможно так и было задумано так и было заказано есть некие вопросы по графике конечно все красиво на вкус света товарищ нет но наклеена она не очень видимо из-за того что она сделана не такой толстой как хотелось бы она тоненькая и за счет этого здесь очень много пузырей много складок недоклеек но уж что у нас какие вопросы могут быть к наклейкам в принципе 2345 выездов и у вас наклейки будут выглядеть абсолютно также как у большинства эндуристов по проводке под капотом здесь в принципе все стандартная гр-овская либо там какое-то вот связано с этими марки мотоциклов но лишь парни подключились сюда воткнули свои там электронные штучки в общем весь их тюнинг ну я скажу компактно сделал ничего особенно выдающегося такого нет но опять же здесь присутствуют провода вот под стоп-сигнал под задние поворотники в принципе ну вот если обратить внимание зеленый голубой и так скажем рыжий желтый оранжевый в общем кому как удобно кто насколько слепой голубой да рыжий это у нас правый левый поворотник можно было все дело исключить ну да ладно это все вопросы и придирки под капоткой особо никаких сильных замечаний нету единственное что несколько удивил и поставила под сомнение под вопрос сам факт наличия в общем под задней за задней за звездой заднего колеса установлена некая штуковина отлитая на 3d принтере круглая по описанию на сайте ребят в контакте группа dsmoto я вычитал что эта штука которая предотвращает удар цепи варим только цепь ваша слетается мотоциклы там по какой-то причине растянулась она или нет кстати она здесь обычная не сальниковая китайская там тянется поверьте мне еще как когда она спадает она не улетается в переднюю часть на ведущую звезду не бьет там нам двигатель не колли этого остается по большей степени относительно натянутый в задней части мотоцикла за звездой либо перед звездой и вот эта штука она еще говорят что автоматически одевает цепь обратно как это работает я не знаю проверять не проверял если кто-то из вас проверял напишите об этом в комментариях думаю всем будет полезно но на самом деле такое себе изобретение потому что ни разу не видел ни на каких чемпионатах мира не чемпионатах россии эту вещь кроме как вот у ds moto работает или нет ну херов знает если она есть наверное она работает наверно пацаны протестировали и в принципе имеет место быть почему бы и нет дальше также установлены стропы поп стропу помогалки и вот она закреплена не как там есть игровские вещи либо хаски сделано специальных таких как назовем их кронштейнах для крепления они просто болтами штатными вкручены в задние в подрамник через пластик ну работает и работать впереди та же самая история только они немного неправильно сделали по моему мнению нужно вешать помогалки передней тянучки выше то есть между укрепления траверсов на ламы потому что если не дай бог у вас колесо переднее извиняюсь крыло переднее отломится вот штука упадет на колесо тем более здесь она никак резинка не держится на ламах она просто туда-сюда гуляет крыло переднее отваливается это вся резинка падает вам веревка переднее колесо и вы кубарем не дай бог катитесь какой-нибудь горы или там на подъеме неважно где просто очень опасная вещь зацепить ее между траверсами в серединочке вот здесь и ничего страшного случится фары не ломаются уже проверено 100000 раз я так ездил до сих пор катаюсь как бы вопросов к этому нет вся эргономика и управление мотоциклом происходит исключительно на руле там есть под ручкой газа некий тумблерок красного цвета на нем написан циферка 10 это режимы в которых вы можете ездить они переключаются то есть есть стандартной стоковой прошивка либо нажимаем тумблер очек и у нас мотоцикл вдруг оживает приобретает спортивный злой характер и начинает валить на все бабки на весь вот этот тюнинг то есть в любом случае вы либо можете выбрать там режимы для себя подобрать их аккуратненько на каком удобнее просто карабкаться плавненько в горку на котором на каком удобнее наваливать останавливаться глушить переключать ничего не надо делать вы просто в движении в динамике щелкайте тумблерок рычаг переключатель и мод сразу оживает сразу едет вот как мешать масло с бензином какие там характеристики параметры настройки это же пацаны все сугубо индивидуально если вам нужны характеристики этой подвески настройки шим стек там что еще блять бывает ничего вам интересно это пожалуйста визите мотоцикл к мастеру можете к нам сервис можете к дмитрию паршину можете в айпи сервис вообще в любой сервис который занимается подвесками вам настроят под вес под динамику под стиль езды под любой ваш каприз пару моментов еще есть пару вопросов в общем по защите резонатор она скорее всего сделан для того чтобы у вас не было вопросов почему защиты в стоке нет в основном моменте она ну силь ты не защищает ваш резонатор потому что она сделана из там миллиметровой стали понятно что это никакая не титановая там не сильно углеродистая водородистая в общем обычная мягкая китайская сталь но есть и есть спасибо что поставили на первое время сойдет кто-то вообще любит кататься без защиты поэтому тоже не вижу смысла покупать какую-то дорогущую за там 10 20 30 тысяч рублей и сразу ставить на стоку мотоцикл вообще мало кто этого делает поэтому и на этом спасибо дальше у меня есть вопрос сейчас сниму вот эту крышку где находился раньше миксера когда в стоке мотоцикла раньше шел с баком в которой мы наливали масло и здесь вот у миксер к нему шли два тросика вот ручки газа так назовем и он здесь смешивал в общем нашу смесь топлива масло подавал двигатель там все как-то работало ехала и пела и вот вижу что удалили здесь трос но не вижу чтобы поставили какую-то заглушку резину может быть парни что-то придумайте там либо сами какой-нибудь чопик раз закон тачил туда чтобы вода или там какая-то грязь пыль туда не попадала сейчас снимем крышку посмотрим в принципе если там нет никаких доступ возможных дальше в систему в мотор в двигатель то в принципе можем быть и простить им такой нюанс да на самом деле здесь пусто в принципе стоит заглушка все в порядке вопросов нет но на самом деле можно было бы и понимаю что в условиях когда ты заказываешь там 100 мотоциклов в год диктовать свои требования заводу и он не будет там идти тебе на уступки я к тому что можно вот эту общую вещь вырезать здесь просто огромное пространство освободиться можно там имеется доступ допустим к тросу сцепление но это так отходим от не особо не пожелания не замечания просто игру что можно вообще на посыл больше к заводу что вот эту вещь срезать она на хрен не нужно хотя ребятки в качестве какого-нибудь багажника или бардачка вполне себе сгодится можно чего-нибудь сюда положить в рюмку огурец там если где-то застрял или сцепление сгорело на подъеме на каком крутом вот можно нервы успокоить kickstarter установлен вещь не самое важное но иногда спасает хотя двухтактник можно завести даже положив на бок и просто дернув за заднее колесо на второй скорости они заводятся либо на пенек поставили если на гонке в лесу где-то на шустрые белки допустим также можете такой дерево взвесить дернуть он заведется но опять же есть kickstarter он не выпирает сильно геометрия в принципе неплохая к нему вопросов нет погнали дальше система подачи карбюраторная небе 38 плоскодроссельные также стоит лепестковый клапан в форс 4 в принципе бак увеличенный ну сиська не сиська тут дело вкуса на самом деле не видел чтобы их отламывали вот эти штуки ломают знаю но так как меня инжектор на мотоцикл я такой беды не знаю как отломанный краник тут уж на самом деле вам решать ну да кстати много 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 прям глаза бросается очень криво приклеенной наклейки вот здесь вот отваливается неровно не попали можно было подрезать ну в общем такое стиль в эндуро это вопрос времени дальше у нас стоит лапка переключения в передач не ломайка не фрезерованная летая ни на что не влияет просто говорю что вижу стоит на валу который утверждал всегда говорил о том что вал переключения передач слишком длинный выходит из двигателя вот в данном случае блин достаточно таки далеко и при падении на левую сторону подгибается лапка и наш рычаг просто либо рычаг ломается либо вал кпп гнется его потом чтобы достать нужно обратно выгибать либо как-то отрезать закруглять его шлицы туда выдавливать это все очень проблематично это действительно проблема большая на авансовских двигателях и здесь ребята установили вот такую рамочку металлическую через нее пропустили вал то есть они знают об этой проблеме они как бы с ней согласны и вот таким образом они ее решили устранить на самом деле я думаю вообще наиболее эффективное решение проблем было бы сделать вот эти насечки то есть обрезать вал именно как вот на 177 допустим двигателях и эту саму лапку утопить туда глубже и тогда у нас здесь очень много пространства остается вот в данный момент и есть вероятность что лапка будет отломанная вал останется целым но можно было утопить но опять же это все вопрос производственный либо вести отдельно валы короткие под них лапки покупать все это менять видимо пока не заморачиваться так глубоко на самом деле я бы посмотрел и посоветовал ребятам посмотреть именно в эту сторону укоротить вал выход его за левую сторону двигателя туда лапку прям задвигается вот сейчас на видео наверное видите вот такое огромное расстояние можно туда лапку провалите в принципе будет все замечательно потому что вот что сейчас здесь находится это не всегда удобно нога будет прям неудобно переключать потому что лапка слишком выдвинута вот сторону надеюсь обзор этого мотоцикла был вам полезен на самом деле не стремился как-то влезть глубоко очень далеко в его историю в это ланзы в японские корни то на чем надо ездить что нужно покупать хочу и хотел и буду хотеть показывать вам именно то что я считаю нужным а не то что кто-то попросил заплатил кто-то сказал не говорить нет эти все мои мысли исключительно из моей головы поэтому пацаны прислушиваться к ним или не прислушиваться дело каждого вы просто смотрите видео делайте какие-то выводы ставите где-то галочку где-то крестик в принципе рад был всех видеть в общем подписывайтесь на канал пожалуйста ставьте любые лайки которые вам нравятся можете не лайки комментируйте это очень важно на самом деле потому что и болезни работа и забота еще и съемки делать это все не так ты просто иногда бывают такие дни когда ничего вообще не хочется делать не то что дни недели в общем ладно всем привет всех был рад видеть до встречи в новых видосах